Успех футбольного Немана, сумевшего в кратчайшие сроки обеспечить себе третье место в турнирной таблице, заставляет гордиться этим видом спорта и всем, кто к нему причастен. Ожидается, что подобные достижения команды породят всплеск интереса к игре номер один со стороны как взрослых, так и детей. Тем более, что в регионы ведется целенаправленная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Еще одно доказательство этого – появление новой футбольной площадки в городе Свислочь. Здесь, на базе школы номер два, было открыто поле для мини-футбола. Мы со своими коллегами по средам собираемся и играем в футбол. И когда я увидел, что ребята сидят на скамейках, ждут, когда мы завершим играть, и после нас выходили играли, я себе слово дал, что во что бы то ни стало, я открою еще хотя бы одно поле, чтобы была возможность у ребятишек заниматься футболом. И, честно говоря, не думал, что так быстро это получится сделать. Но благодаря Ассоциации Белорусской Федерации Футбола, вот эта мечта наявью стала очень быстро. И я вам такой факт интересный приведу. Этот стадион мы открываем на территории школы. Здесь сторожа есть. Так вот, первые ребятишки, ну вот мы официально сегодня открыли, а постелили это поле три дня тому назад. И с утра, в полшестого, они приходят, занимают очередь, чтобы здесь погулять. Поэтому для меня это, конечно, ну я счастлив просто от того, что вот открыв этот объект, он вот настолько востребован. Мы рады, что такие объекты появляются именно на территории учреждения образования. Это позволяет не только школе стать центром общественной жизни в микрорайоне, в населенном пункте, но и создает предпосылки для развития новых форм подготовки спортивных кадров. Это специализированные по спорту классы, это организация новых турниров, это возможность в вечернее время прийти и усовершенствовать свои спортивные навыки. Фундамент для строительства нового современного объекта был подготовлен за счет средств районного бюджета. Ассоциация Федерации футбола Беларуси предоставила ограждение, ворота и, пожалуй, самый ценный компонент – искусственный газон. На поле размером 20 на 40 метров смогут заниматься не только школьники, но и жители всего районного центра. Уже не первый год мы организовываем работу по вовлечению той инфраструктуры, которая создана в школах, и предоставлению ее к использованию взрослому населению городов, сел. В каждой школе, каждый спортивный зал, каждая спортивная площадка должна быть открыта с утра и до вечера, чтобы люди после работы могли сюда прийти, если эта площадка не занята учебным процессом. Это очень важно. Мы видим, что взрослых приходит все больше и больше на площадки, а дети, уже глядя на взрослых, также растут с пониманием важности физической культуры и спорта. Без инфраструктуры развития не бывает. Если есть инфраструктура, если есть люди на местах, заинтересованные в развитии, то будет и результат. На сегодняшний день мы очень высокую планку взяли на себя, то есть таких объемов, как вот в этом году мы наметили 30 мини-футбольных площадок и 14 полноразмерных, еще не было у нас. Ну, надеюсь, мы справимся. То есть идет все пока по плану. Многие, конечно, не успевают, но я думаю, это все решаемо. То есть все планы, которые мы наметили, они должны осуществиться. Ну, а что касается детей, я думаю, это радость, когда любому родителю, когда сегодня, в век нашей компьютеризации, оторвать детей от компьютера лишний раз и отправить, так сказать, хотя бы воздухом подышать и мяч погонять, я думаю, от этого только будет польза и обществу, и людям, и семьям. Первую символическую игру на новом поле провели команды Гродно и Свислочи с участием любителей футбола, представителей облсполкома, райисполкома, тренерского состава футбольного клуба «Неман». Страсть к игре, азарт, честная борьба – вот принципы, которые позволяют быть победителем не только на поле. Своим примером старшее поколение приверженцев здорового образа жизни показывает путь к вершинам. Они являются авторитетом для многих детей, мечтающих о профессиональной карьере. Не секрет, что таланты приходят в большой спорт не только из крупных городов, но и из регионов. «Хорошая площадка, здесь в принципе вопрос не идет о профессионализме, а вопрос о том идет, что город делает все для того, чтобы было где детям заниматься, расти. Ну, хорошая площадка, построенная в короткие строки, за это, конечно, надо поблагодарить и руководство федерации, и особенно Александра Людовича, который не так давно, я знаю, работает здесь. Готовим наше основное поле, мы его перепахали, приводим его в порядок. Я думаю, что, не думаю, а уверен, что в следующем году мы выставим футбольную команду с Вислача на первенство области, Гродинской области». «Должны работать и на местах, и областные федерации футбола, и в районах должны. Мини-футбол вообще самый массовый вид спорта на сегодняшний день, если разобраться. И на больших полях очень сложно собрать 11 человек на 11 или 10 на 10. А здесь, ребятишки, могут 4-5 человек прийти и гонять этот мяч. Поэтому, естественно, развиваем, естественно, будет соревнование детское развиваться. Я думаю, что у нас есть академия, академии планируем тоже развивать и по регионам. Поэтому, я думаю, футбольное будущее в нашей стране есть». На сегодняшний день в регионе функционирует около 20 футбольных секций при детско-юношеских спортивных школах. В них занимается более 2,5 тысяч человек. Следующим шагом в реализации концепции станет развитие академии футбола. Нет сомнений, что осуществление данной программы позволит вырастить новое поколение профессионалов. Несмотря на то, что карантин снят почти во всех странах, многие спортсмены по-прежнему не имеют доступа к тренировочным площадкам и лишены соревновательного опыта. По мнению экспертов, это огромный шаг назад. Проведение этапов Кубка Беларуси по шоссейным гонкам в рамках открытых чемпионатов и первенств регионов страны является своего рода заполнением пробелов. Так второй этап прошел в Гродно. Мы с удовольствием принимаем такие соревнования. И у нас город Гродно и Новогрудок всегда являлись центром проведения и чемпионатов Республики Беларусь, и первенств, и Олимпийских дней молодежи. В данном случае мы принимаем один из этапов чемпионата Кубка Республики Беларусь. Такие турниры пройдут повсеместно во всех регионах нашей страны. Но для нас сегодня велосипедный спорт – это тоже стратегический вид спорта, на который мы рассчитываем и на Евгения Королька, и на Михаила Шеметова. И наши спортсмены молодые есть тоже здесь перспективные. Главный вызов для спортсменов – сохранить мотивацию. Улучшить технику езды, обеспечить нужную форму, следовать выбранные тактики тренировок. Такие задачи ставят перед собой участники очередного этапа Кубка Беларуси. Здесь, к слову, собрались команды из всех регионов страны, в том числе ведущие гонщики национальной сборной. Когда ты не ездишь гонки, ты все равно не соревнуешься, пульс поднять ты так не можешь сам на тренировке, возможно. И такие гонки, они немножко, наоборот, дадут активацию, можно сказать, к основному старту. Поэтому это очень даже хорошо, что сделали, организовали гонки, что сейчас молодые спортсмены, и мы можем хотя бы протестировать немножко себя здесь и выложить свою работу, ту, которую мы проделали два месяца, сидя дома, здесь на дороге. Самое важное сейчас не сорвать свою дальнейшую подготовку и постепенно готовиться и выходить на лучшие формы свои уже к основным стартам. Это будут и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, поэтому главное сохраниться и набрать определенную форму. Более 150 спортсменов в категориях мужчины и женщины 2001 года рождения и старше, а также юниоры 2002-2003 года рождения участвовали в различных видах программы. Она включала в себя индивидуальные и групповые гонки, а также кольцевые гонки-критериум. Старт мужской групповой велогонки был установлен на шоссе в сторону Сапоцкина и Августовского канала. Ее дистанция составила 140 километров. Это индивидуальная гонка, у всех одна дистанция, 15 километров, они едут по одному. Трасса не очень сложная, есть, конечно, пару подъемчиков, спуски. Ну, каждый едет сам, сам сражается с временем, как я уже повторял, с погодой. В первую очередь с самим собой. Завтра это уже будет немножко посложнее. Завтра групповые гонки, где женщины с юниорками проедут 70 километров, юниоры 105, а мужчины 140 километров. При случае жаркой погоды это еще добавляется. Плюс есть подъемы, весь подъем, который идет от фасосно полностью до подлобения практически. И на каждом круге этот подъем, поэтому вносит свои коррективы тоже. Здесь участвуют все велосипедисты практически, которые есть в Белоруссии. Потому что мы уже с вами говорили о том, что стартов не было. Европа еще пока тоже до сих пор закрыта. Только что-то внутреннее проходит у людей, хотя тоже уже начинают. Поэтому никуда не денешься, приходится участвовать здесь. Не всегда бывает, чтобы всех увидеть здесь. Здесь и двукратный чемпион мира Евгений Королек, и чемпионка мира, неоднократный призер Европы и мира, чемпионка европейских игр Татьяна Шаракова. То есть все сильнейшие на сегодняшний день велосипедисты, которые ездят в Белоруссии, будут принимать участие в этих соревнованиях. Не без интересов все поклонники велоспорта следили за выступлениями действующего чемпиона мира на треке Евгения Королька и его коллеги Михаила Шеметова. Не секрет, что лидеры команды Гродненской области боролись за высшие награды. Наши герои отметились следующими достижениями. В копилке Евгения три медали – золото в групповой гонке и критериуме серебро в индивидуальной. Михаил Шеметов выиграл индивидуальную гонку 15 километров за 17,16 минуты. Отличные результаты продемонстрировали Диана Лебедь в возрастной категории юниорки, завоевав золото в групповой гонке и серебро в индивидуальной. Еще одна серебряная медаль у юниора Никиты Семашко в индивидуальной гонке. Велосипедный спорт, в данном случае шоссе, он все-таки это вид спорта, который объединяет, или один из видов, который сегодня в большой велосипедный спорт входит, это и маутинбайк, и BMX, и фристайл. Я рад, что парк активного отдыха Коробческий Олимп тоже стал центральной ареной проведения соревнований по маутинбайку, это олимпийский вид спорта. У нас там сейчас уже есть трасса, скажу, лучшая в Республике Беларусь, это признают спортсмены, которые там тренируются. Несмотря на то, что крупные международные спортивные мероприятия были отложены или отменены, организаторы без страха смотрят в будущее. Нужно отметить, что Гродно станет центром проведения финального этапа Кубка Беларуси, где определятся лидеры сезона по сумме набранных очков. Он состоится осенью 2020 года. Центр пляжных видов спорта планируется создать под Гродно. На базе парка активного отдыха Коробческий Олимп оборудованы специализированные игровые площадки, где прошли первые соревнования по пляжному волейболу. База материально-спортивная развивается в области. И сегодня есть крупное спортивное сооружение, которое требует значительных финансовых вложений. Мы тоже двигаемся в этом направлении. Но есть простейшие, доступные, самое главное, любимые народные виды. Одним из таких видов является пляжный волейбол. Премьерным испытанием под открытым небом стал чемпионат Гродненской области среди мужских и женских команд. В них приняли участие в общей сложности 58 команд финалистов, как любителей, так и профессиональных мастеров, соревнующихся в высшей лиге национального первенства. Проверить свои силы в новом виде и оценить качество покрытия, его основой стал кварцевый песок, выказали желания волейболисты со всего региона. Турнир положит начало целой серии соревнований. Более того, в планах организаторов использовать потенциал новых объектов, которые с течением времени будут совершенствоваться и тем самым вызвать интерес к пляжным видам спорта в целом. У нас много сегодня задумок. Есть сегодня и пляжный гандбол, есть сегодня пляжное реппи, есть сегодня пляжное единоборство помимо пляжного футбола. Поэтому мы хотим и эти виды закрутить. А вообще в 2021 году мы двигаемся к тому, чтобы у нас здесь состоялся фестиваль пляжных видов спорта. И он должен быть открыт. И мы пригласим наших гостей из Республики Беларусь, возможно из-за рубежа. Этот вид спорта развивается на территории всего земного шара. Он более красочный даже, чем классический волейбол. И я думаю, что у этого вида спорта большое будущее на территории Республики Беларусь. Предстоит еще, конечно, поработать над собой, но в целом уровень очень хороший. Победителями чемпионата Гродненской области по пляжному волейболу стали пары Павел Бачкевич и Ярослав Пришмант, а также Виктория Костючек и Валерия Антонова. Следующим шагом в развитии пляжного движения станет проведение финала регионального чемпионата по пляжному футболу на базе парка активного отдыха Коробческий Олимп. Он состоится в августе месяце. 2021 год станет знаковым. Гродно примет чемпионат республиканского уровня. Компионат республиканского⑸. Республика С 87. Продолжение следует...